Микс Ньюс. Каждый вторник после 14 часов. В эфире на Радио Болтком новая программа «Есть тема». Ее ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук. Аналитическая программа. И что же это означает? Обзор важнейших событий Латвии и мира. Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире. Слушайте на Радио Болтком «Есть тема». У нас одна минута, слушай, последний вопрос. Добрый день. В эфире Радио Болтком. Аналитическая программа «Есть тема». Ее ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук. Мы не пересказываем новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и мире. Эфир у нас сегодня не совсем обычный, потому что в студии только сижу я, а Вадим Полищук общается с нами из Сталина по скайпу. Привет, ты нас слышишь? Да, я вас слышу хорошо. Ура, отлично. Напомню, что у нас есть также телефон в студии. Если вам будет что сказать по теме, то, конечно же, звоните. Начнем с той темы, с которой мы еще утром совершенно с тобой не собирались начинать нашу программу, поскольку все вроде казалось довольно банально. А именно затравка, что Управление по контролю за иностранными активами государственной казны США на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций, в том числе против мэра Бенспилса Айвара Лембергса. И введен запрет на сотрудничество с ним и организациями, которые он возглавляет, в том числе для экономики, ну и в первую очередь, понятно, что речь идет о Бенспилском порте. И дальше события стали развиваться очень стремительно. Почему-то к теми решили обратиться, потому что, ну, вот новость буквально последнего часа, то, что мэр Бенспилса покинул свою должность в правлении порта. А также то, что у правящей коалиции появились самые различные идеи, как можно перенять порт. И, наверное, не только в Бенспилсе, но и Риге. Например, новая консервативная партия уже огласила, что у них есть законопроект о том, чтобы государство полностью приняло управление латвийскими портами. Потому что сейчас, как мы знаем, в управлении сидят напополам люди из самоуправления и люди из государства. Ну, в общем, как считают новой консервативной партии, наверное, не только в ней, но и в других правящих партиях, такой механизм управления является неэффективным. И государство должно на 100% контролировать все, что там происходит. Обсуждать хочется как-то так, чтобы мэр господин Лембергс не выглядел бы ни мучеником, ни дьяволом. Потому что, с одной стороны, понятно, что ситуация в Бенспилсе сложилась такая, как есть ни сегодня, ни вчера. То есть на протяжении последних 10 или 15 лет постоянно поступали всевозможные международные заключения, рекомендации, которые указывали на то, что управление в Бенспилской гавани происходит не так эффективно, как требовало. Хотелось бы, потому что, ну, попросту выражаясь, порт был фактически прихватизирован одним человеком. То есть он там был бог и царь, и, наверное, не такие прозрачные были условия и конкуренции или стивидоров, или предприятий, которые там работают. И транзит частенько падал, да, в том числе и из-за политики, проводимой именно господином Лембергсом. Да, говорим, Венспил с подружным Лембергсом и наоборот. Вот. При этом, опять же, была объективная ситуация ухудшения отношений между Латвией и Россией, в результате которого мы потеряли часть транзита и будем продолжать его терять. И плюс еще сейчас наложился дополнительный фактор в виде вот этих санкций со стороны Соединенных Штатов, которые, ну, опять же, удар и по порту, и по инвестициям, и по тем предпринимателям, которые в нем работают. Как это со стороны для тебя выглядит? Ну, со стороны это выглядит удивительно. Я думаю, что ирония ситуации заключается в том, что когда закон Магнитского принимали в 2012 году, а потом в 2016-м его, по-моему, распространили не только на Россию, но и на весь мир, кому в голову не могло прийти, что этот закон будет использован против ближайших союзников Соединенных Штатов Америки. И тем не менее, это случилось. Более того, я хочу напомнить, что свой акт Магнитского есть и в Латвии, и что по-своему давало подобные законы принять всем странам Совета Европы, и что даже такие планы есть на уровне Европейского Союза. Да, буквально вчера министры иностранных дел их обгласили. Да, и теперь, значит, получается, что посеяли... Что посеяли, что пожнешь. То есть, и теперь, значит, получается, что согласившись с такими правилами игры, согласившись с помощью санкций мы будем бороться с коррупционерами за пределами собственных границ, ну, в некотором смысле Латвия сама стала не субъектом, а объектом политики Соединенных Штатов Америки, которая по своим, мне неизвестным до конца причинам, решила включить господина Эмельса в черный список. И получается, что американцы вмешиваются во внутренние дела в Латвии, поскольку понятно, что это непросто. Некий предприниматель, ну, это... ...эллигария в латвийской политике, и которого не могли сковырнуть при помощи судов в Латвию внутри, и теперь получается, что это можно сделать при помощи американских санкций. Посмотри, как оживились все политики правящей коалиции. Видишь, наоборот, в том, что... Они стараются открывать идеи, как надо, наконец, сжать порт. Ну, Лэмберст уже, конечно, не тот, торт не тот. То есть, если бы эти санкции, наверное, были приняты лет 5-7 назад, когда Лэмберст был действительно влиятельной фигурой латвийской политики, когда, да даже еще несколько лет назад, когда, в принципе, не чужая ему партия Союз Зеленых и Крестьян возглавляли правительство, да, наверное, резонанс именно для политического мира и страны был бы гораздо больше. Сейчас СЗК скромно сидит в оппозиции. В принципе, более того, она уже практически открестилась полным составом от этого же Лэмберкса. Конечно же, драка за Венсповский порт, она продолжается. Всегда есть история про группировки Лэмберкса, группировки Мирони, и все, кто хотят к ним перемкнуть. И опять же, да, ну, наверное, скажем так, не секрет, что партии, которые сейчас входят в правящую коалицию, они, скажем, представляют лагерь оппонентов Лэмберкса, а не его соратников, да, то есть тут такое получилось наложение. Да, с собой, но, понимаешь, из чего мы исходим? Если мы исходим из того, что, да, Соединенные Штаты Америки могут выполнить функции мирового жандарма и наказывать, причем довольно рандомно, коррупционеров, проживающих в том числе и в Европейском Союзе, не предоставляют такой возможности самим странам Европейского Союза, у которых все-таки rule of law есть. Они его не пользуются. Слушай, у нас есть, по-моему, процесс в отношении Лэмберкса длится уже 10 или 15 лет. У нас есть, да, генпрокурор, у нас есть суд, ничего не происходит. Меня, как юриста, мне, как юриста, всякие черные списки, санкционные списки не нравятся. Не потому, что туда попадают люди, которые, может быть, не заслуживающие туда попадают. Очень часто обычно, кто там есть, носить на люди, как говорят, нехорошие, редиски. Но, по-моему, тоже, когда мы человек, допустим, отстраняем, наказываем, сажаем, отнимаем у него имущество или ограничиваем пользу имущества, как судебные процедуры, у него есть возможность защищаться. Есть презумпция невиновности, если лечить, допустим, в уголовном процессе. А так получается, что на основе каких-то сведений кто-то решил, что это нехороший человек, а поэтому мы ему запретим въезд на нашу страну, но мы арестуем его, там, банковские счета и так далее, и тому подобное. То есть сам подход, мне кажется, порочный. Но, тем не менее, Лихаби до начала, когда американцы в 2012 году начали со своим актом, в западном мире эта идея стала очень популярна. То есть сначала, конечно, все боролись с Россией, но теперь, как мы видим, ситуация выходит под контроль. Ну да, тот закон, который сейчас хотят взять на уровне Евросоюза, который вчера был анонсирован. Да, он нравится, но американцы вмешиваются в латвийскую внутреннюю политику. У них, может быть, нет такой цели. Действительно, Элемберс не тот, что был раньше, но, тем не менее, это по факту происходит. Влиятельный он, менее влиятельный, но, тем не менее, он пока еще является политической фигурой и контролирует довольно крупный по латвийски меркам униципалитет и довольно важный объект хозяйственной деятельности. Видишь, американцы-то вмешивались и без акта Магнитского. История банка Абэлова, например, тоже пришла указуха. Что-то с вашим банком не то. Меня смущает не то, что он попал в санкционные списки. Меня смущает та радость, с которой было воспринято в Латвии эту новость. Он многим мешал, и многим надоел. И местами объективно надоел. То есть получилось, как в русской поговорке. Вот приедет, не в поговорке, а в известном произведении, вот приедет барин, барин нас рассудит. Да, и тем более, опять же, эту историю... Варина мы сами не смогли разобраться. История, безусловно, будет иметь продолжение, потому что идея правящих перенять порт, сейчас, так говорится, Бенспольский порт, скорее всего, она перерастет в то, чтобы перенять вообще все порты, заключаясь, значит, Рижский порт. Тем более, не будем забывать, что эта мысль уже была прописана, и даже прописана до сих пор, в коалиционной программе нынешней коалиции. И вот и повод, да. Это мало ли что там, как с досрочными выборами Великой Думы будет, да, это мы обсудим отдельно. На самом деле это ничего не гарантирует, потому что вы назначите министров или каких-то чиновников в эти правления, а потом они тоже могут попасть в санкционные списки. Нет, безусловно. Это не является никакой гарантии против того, что они говорят. То есть это не решение проблемами у нас с возможными санкциями. Нет, нет, это скорее попытка использовать ситуацию. По перенятию важных объектов инфраструктурных от муниципалитетов. Что, конечно, муниципалитетам не нравится, но они у вас немножко беззащитны, я так смотрю. Да, в общем, история интересная, будем наблюдать. Единственное, что могу добавить еще, что министр сообщения Талис Линкайдзе сказал, что управление Венспасского свободного порта управляет сейчас вторым по величине портом Латвии. Грузооборот Венспаса составляет примерно 20 миллионов тонн в год. В нем работают более 2000 человек. Ну, то есть, тем самым министр дал понять, что дело важное как для страны, так и для экономики. Ну, и поэтому, видимо, в ближайшее время мы еще узнаем много новостей об этой истории. Ну, конечно, безусловно, они будут выводить, всячески ограничивать контроль людей, которые находятся под санкциями, потому что, да, это уже становится социальным проблемой. Давай перейдем к следующему вопросу. Это Рижская дума. Уже много было, что сказано. То есть, как известно, в конце прошлой недели министр по делам регионального развития Юрий Спуца начал процесс распуска Рижской думы. Инициативу еще должен одобрить парламент, и потом новый закон должен превык золотить президент страны. Но, скорее всего, все случится, и к концу января тогда дума может быть распущена, и предполагается, что досрочный выбор назначен на 29 февраля. Наверное, уже нет смысла обсуждать, почему это случилось, можно ли было это предотвратить. Кому интересно, могу это слать к своей публикации на портале Дельфи, которая появилась в субботу с довольно детальным анализом ситуации. Знаешь, хочется уже, наверное, говорить о том, что будет дальше. И насколько это решение демократично, насколько оно отвечает интересам Рижан. Так, мы потеряли скайп. Мы потеряли скайп. Нет? Нормально. А, мы видим, но мы тебя слышим. Появился. Спасибо, ура. Вот. То есть насколько это решение отвечает интересам Рижан, поскольку какая бы Рижская дума плохая не была, какой бы там политический бардак не творился, и даже если что-то не так напринимали с поправками о вывозе мусора, все равно очевидно, что именно именно от дисциплинированной и спокойной работы Рижской думы зависит и принятие бюджета, и то, как управляется город, как решаются какие-то оперативно-административные вопросы. Сейчас, с учетом всего этого предвыборного переполоха, скорее всего, принятие бюджета задержится. Об этом уже заявил мэр Риги Олег Буров. И, ну, опять же, что-то планировать, тем более какие-то инвестиции, очень сложно. Почему это происходит? Ведь вот, что кажется в этой ситуации странной, что некий министр, ну, за которого, конечно, на выборах определенное число людей проголосовал, но не более, практически единолично, ну, может быть, с какой-то группой советников, принимает решение о том, чтобы создать вот такую хаосную ситуацию столицу, ну, небольшой, все-таки европейского государства. То есть, почему государство управляет самым правлением, хотя кажется, именно самым правлением ближе и к людям, и к налогоплательщикам, и к гражданам? Не странно ли это? Ну, как я люблю говорить, и да и нет. Потому что есть как бы два основных подхода в мире, ну, по камере, в демократических странах есть два основных подхода к самоуправлению. То есть, есть в странах общего права, где самоуправление очень сильные и совершенно независимые от центральных властей, типа Великобритания, США. Есть континентальная система, в рамках которой государственные органы держат муниципалитеты под своим строгим контролем. Где-то он больше, где-то меньше. В Латвии, конечно, мандат, который есть у министра, просто, конечно, на меня, как на юриста, производит впечатление. Вас как не очень доверяют, видимо, муниципалитетам, они как бы такие, как малые дети, на которые нужен глаз да глаз. Мне приходилось довольно часто общаться с представителями Латвийской ассоциации самоправления. Они всегда очень жалуются на то, что, с одной стороны, государство дает очень четкие указания самоправления, как управлять городом, что делать. Ну, условно, там, в детских садах какого цвета должны быть стульчики, какого размера, сколько их. Но при этом деньги на эти стульчики должно обеспечивать само самоправление. То есть у самоправления, с одной стороны, ну, очень ограничены возможности в какой-то самодеятельности. Ну, конечно, нет, находят иногда способы и там. Но, тем не менее, то есть есть строгие нормативы, да во всем даже, включая ту же, извиняюсь, образовательную реформу, да, где есть четкие правила закона. А как ее обеспечить? Где найти этих учителей? Где найти учебные пособия? Это уже вроде как проблема, получается, самоуправления. И поэтому, исходя из этого, выходит, что действительно одним решением можно отправить в отставку целую Рижскую думу и не очень-то отвечать за последствия. Даже если кто-то захочет это оспорить в конституционном суде, и даже если когда-то решение будет не в пользу министра Пуца, ну, это уже будет очень нескоро, и тем более понятно, что уже будет новая дума, и вряд ли там что-то изходят менять обратно. Ну, да. Да, в принципе, конечно, когда мы говорим о таких решениях, которые выглядят явно спорными, то в европейском праве, да и в праве Латвии, и вообще всех европейских стран есть принцип пропорциональности. В принципе, любые юристы, которые будут рассматривать этот вопрос, они должны будут посмотреть, насколько вот эта мера, которая была принята Пуца, является пропорциональной. А когда речь идет о пропорциональности, там вообще очень интересно. Есть как бы целые методики, как эту пропорциональность замерять. Ну, во-первых, ставит вопрос. Закон, что он делал? Ну, насколько я могу судить, я не специалист по латвийскому праву, а господин Пуца, насколько я знаю, специалист неплохой. Скорее всего, он закон не нарушил, ну, или пока не нарушил неявным образом, если нарушил. Насколько легитимна цель, которую они ставят? То есть навести порядок? Ну, да, вроде бы легитимна. То есть законы должны на местном уровне выполняться, должны там соблюдаться определенные правила, нормы, стандарты. То есть вроде как с этим проблем нет. Можно ли добиться роспуска Думы решения этой проблемы? То есть является ли это мера подходящей? Ну, это тоже, ну, может быть и да, потому что временные управляющие, наверное, примут безупречные акты, которые касаются вывоза мусора. А вот продолжая пропорциональность как таковая. А что вот мы развешиваем? С одной стороны, действительно, демократический выбор людей, политический процесс, принятие бюджета, много других вопросов. С другой стороны, мы назначаем чиновников, которые, в принципе, будут рулить, мы, правда, не знаем еще пока сколько, юридическим самоуправлением. Ну, получается, где-то порядка месяца? Мне кажется, что эта мера явно непропорциональна. И, конечно, вся эта эпопея с мусором, она выглядит скорее как прикрытием для решения каких-то других политических задач. Ну, что называется, ваш консультационный суд может иметь другую точку зрения. Ну, сейчас предполагается, что временная администрация окажется у власти примерно в течение одного месяца, но за это время можно многое что сделать, да, я говорю, поскольку, опять же, не будет принят, скорее всего, бюджет, или это будет какая-то 1-12 бюджет, или это будут какие-то неожиданные финансовые поправки, не знаю, может, им захочется какие-то социальные программы урезать, или те же группы льготников общественного транспорта пересмотреть, то есть денег столько, сколько есть, и временная администрация, поскольку они неизбираемые политики, им будет, конечно, гораздо проще принимать непопулярные решения, и в том числе довольно жесткие по отношению... Я не понимаю, какая легитимность будет у этих решений. То есть они представляют на самом деле исполнительную часть, которые принимают политики, исходя из тех задач, которые они формулировали перед избирателями в рамках избирательной кампании. То есть, опять-таки, латвийская система меня несколько удивляет. Нет, ну видишь, в лучшем случае они не будут делать ничего, но не делать ничего это все равно плохо. Я не понимаю, почему, если нет какого-то такта, почему обязательно распускать? То есть, ну, скажем, в Эстонии так по-другому решаются эти вопросы. Именно Росква, я понимаю, это такой крайний мерок. Вот уже все остальное попробовали, вот теперь надо распускать, потому что ничего другого сделать нельзя. Но в Латвии свои законы, свои правила и своя политическая культура, но со стороны это выглядит странно-страненько. Ну, и да, можно опять же предположить, что предвыборная гонка будет очень необычной, поскольку, во-первых, к ней, по сути, никто не готов, ни у кого нет особенных денег. Ну, да, там появится с начала года довольно большой объем финансирования политических партий, но тоже, опять же, получат его не все, не сразу. И, скажем так, абсолютно видно, что у партии просто пока нет толком идей, с которыми идти на выборы. То есть, всплывала у правящей коалиции старая затея, что мы пойдем с Виньей, то есть, мы все объединимся, латышские партии, и пойдем против русских, чтобы шагов не прошел. Но, правда, пока она, скажем так, идея немножко рассыпается, поскольку объединения для развития Латвии, опять же, представляющие Пуца и ИЗА, они как-то вот сказали, что они все-таки отдельно пойдут, то есть, они не хотят подрывать стабильность коалиции ни в коем случае, но вот идти с националами новой консервативной и новым единством и КПЛВ им не хочется. Ну, играют тонко. Вот, с другой стороны, опять же, абсолютно понятно, что партия Олега Бурова честь служить Риге, которая всегда шла за локомотивом согласия Нилы Ушаковой, проходила как вагоны в Рижскую думу, и сейчас планируют участвовать вроде как отдельно. Вот, с одной стороны, наверное, у партии не так много соратников и фанатов, с другой стороны, у Олега Бурова сейчас есть административный ресурс. Я вот честно скажу, вчера он, по-моему, из всех утюгов мне что-то рассказывал, и в газете Дэна читала с ним большое интервью с комплементарными вопросами, и все его цитаты были усеяны экраны в маршрутках, которые, как мы знаем, перевозкой общественного транспорта занимаются муниципальные предприятия Рига Сатекс, поэтому я думаю, что в ближайшие два месяца Олег Буров нам будет рассказывать постоянно, что много и хорошее о том, что происходит в Риге. Видимо, какие-то вещи все-таки неизмендуют. Абсолютно. В зависимости от личности мы. Да, да, да. Ну и, конечно же, опять вопрос, что же будет в согласии. Вот сегодня появилась свежая, старая новость, то есть там меняется каждый день, что вроде бы Нил Ушаков уже не пойдет лидером списка, а кандидатом на постмэра будет Регина Лочмала, ну, популярный депутат Сейма, там тоже с большим количеством соратников и фанатов в соцсетях, вот, ну, а Нил Ушаков, значит, останется в Брюсселе. Почему? Тоже можем только догадываться. Ну, еще такой интересный гроб может появиться на выборах, ну, по крайней мере, скажем так, не что-то свеженькое для адвистской политики, что якобы общественные организации, вот небольшие, которые там есть, те, кто за развитие какого-нибудь микрорайона отвечают или там друзья какого-нибудь кладбища, что они все тоже объединятся, они, причем интересно, что у них у всех тоже есть свои какие-то группы поддержки, как в соцсетях, так вот, и на местах, и они тоже, значит, хотят пойти то ли отдельным списком, то ли вот к латышскому блоку присоединиться, то есть, ну, значит, будет какой-то приток свежей крови. И еще я читала, что Русский Союз Латвии тоже будет участвовать, Татьяна Штанок подтвердила, кто возглавит список пока неизвестно, но вот тем не менее, значит, заявка будет, так что можно будет посмотреть, чем все дело закончится. А мне вот очень понравилось пообразное выражение, что латышские или латышские партии пойдут с свиньей. Просто хочу напомнить, что во время рядового побоища крестоносцы тоже выстрелили свиньей, и это стало их ошибкой. Это было не самое лучшее решение для этой битвы. Так что посмотрим, чем дело кончится. Обязательно. Ну, давайте на этом месте пока и прервемся на рекламу, а потом вернемся в студию. Добрый день еще раз. В эфире Радио Балком на литерическая программа «Есть темы». Ее ведущие Вадим Полищук и Александр Полищук. Напомню, сегодня мы немножко работаем в необычном формате. Я сижу в студии, Вадим разговаривает с нами по скайпу, поэтому, возможно, небольшие технические сбои, за которые мы сразу просим извинения. Мы будем стараться. В первой части программы поговорили про Эвра Лембергса и поговорили о Рижской Думе. Во второй, наверное, мы немножечко заглянем в мировую политику, поговорим о встрече господина Путина, Зеленского и других. Но потом, может быть, если у нас останется время, мы сможем еще вернуться в Латвию и все-таки поговорить, почему латвийские националисты против экономики и что же с этим делать. Но давай сначала все-таки за мир. Что там случилось? Сегодня в ночь. Ну, на высшем уровне собралась так называемая нормандская четверка, то есть президенты Франции, Германии, Украины и России обсудили, по сути, выполнение Минских соглашений. Но если говорить о том, какие результаты у этой встречи, то, мне кажется, это классическая русская ПТР. То есть посидели, поговорили, разошлись. То есть никаких прорывных решений принято не было и, в принципе, все это было ожидаемо. Данная встреча была очень важна для господина Зеленского, президента Украины. Да, по-моему, со времен Порошенко особо таких серьезных и не было. Он пришел к власти именно как президент мира, как в свое время господин Порошенко, предыдущий президент Украины. Ему нужно было показать своему избирательному, потому что он старается. Но проблема заключается в том, что те условия, на которых он готов замерить Донбасс или замериться с Донбассом, они как бы немножко не соответствуют тем соглашениям, которые были подписаны в Минске в феврале 2015 года. И поскольку нет у него самого господина Зеленского желания, плюс есть мощная, как бы консенсус политической элиты Украины или как они называют сами себя политиками, о том, что они не будут выполнять все пункты Минского соглашения, то возникают всякие сложности. А сложность заключается в том, что Минское соглашение предполагает изменение украинской конституции и в сути федерализацию страны. Но на пресс-конференции после окончания переговоров господин Зеленский сказал четко, что они менять конституцию Украины не собираются, никакой федерализации, мы украинцы сами будем решать, что для нас лучше. А почему это важно? Потому что все упирается, по сути, окончание конфликта упирается во многом в амнистию, проведение местных выборов и возвращение украинским военным контроля над границей между Донбассом и Россией. В Минских соглашениях сказано, что контроль возвращается только в том случае, когда все полиции часть этого соглашения, поскольку у украинской стороны нету стремления и желания выполнять, то мы видим в некотором роде безнадежную ситуацию. Но что хорошо, договорились, что будут разведены войска еще из таких пунктов, до конца года должны обменять военнопленных с обеих сторон, и будут договориться о том, что будут разговаривать еще. Ну, а Путину что с этого? Путину, мне кажется, ничего. То есть, в данном случае, надо сказать, уломав Порошенко подписать Минские соглашения, именно вот не первая часть, которая в сентябре была, 2014 года, а именно вот комплекс мер по выполнению Минских соглашений, которые были в феврале, Путин на самом деле свою задачу выполнил уже. Как он ее, наверное, понимает. То есть, по сути, он с самого начала событий Евромайдана, когда там сменилась власть, так неожиданно, выступал за федерализацию или дезентрализацию Украины. Что давало бы определенное полномочие на местах тем регионам, которые условно считаются пророссийскими или прорусскими. Естественно, что для нынешних властей Украины, даже для русскоязычного президента Зеленского, это неприемлемо. К тому же, они боятся, что... они боятся эффекта домино. Если, допустим, какие-то особые полномочия получат Донбасс, то его захочет и Западная Украина. А страна все-таки во многом шита на живую нитку. Там много меньшинств, есть проблемные регионы. И, по сути, нету такого пока еще идеологического единства украинской нации. То есть, жители разных регионов очень по-разному смотрят на одни и те же виды. Ну, а как европейские лидеры, то есть, я имею в виду, Францию и Германию реагируют на это, в принципе, тупик? То есть, они будут пытаться давить дальше на переговорщиков или им тоже это не нужно? То есть, насколько я понимаю, Украина все эти годы тянула время, потому что в надежде, что либо Россия отступится от буквы университетских соглашений, либо ее заставят. Санкции, давление западных стран и так далее. Но этого, как мы видим, не произошло. То есть, санкционное давление России выдержало, но если не успешно, то пока она достаточно неплохо справляется. И пока. И ожидать о том, что Москва, пока, мере, при Путине сменит свою позицию, нельзя. Вот. В таком случае продолжается только тянуть время. Конечно, когда мы тянем время, то, к сожалению, на линии соприкосновения продолжаю гибнуть люди. Но Украина пока, как видно, тоже некоторый потенциал подождать есть. Насколько я понимаю, каким-то финансированием они от Запада новым траншем заручились. Так что, можно продолжать строить национальническое лицо? Ну, конечно, экономическую ситуацию мы укоренятся не самым разным образом. Но, тем не менее, там действительно есть некоторое оживление в последнее время. То есть, может быть, пикселопадение они уже преодолели. Вот. Экономический, имею в виду. Но если Запад продолжается финансировать, там так или иначе какие-то есть кредитные транши, фонды. Да, то есть, они получили кредит. Вот ЭВФ выбрала недавно кредит. то есть, на ближайшее время. То есть, конечно, проблема есть. Не совсем понятно, что будет с газом. Это тоже нужен и для домохозяйств украинских, и для украинской промышленности. Но я все-таки думаю, что о чем-то договорятся. Хотя бы какая-то временная схема будет принята. Но, тем не менее, этот конфликт выглядит пока замороженным. И мне кажется, что Москва воспринимает этот конфликт как замороженный, иначе бы она не стала бы раздавать паспорта жителям Донбасса. Вот, когда начинается раздача паспортов, это почти всегда сигнализирует о том, что Кремль рассматривает конфликт как замороженный. То есть не рассчитывать то, что будет быстрое решение. Потому что, с одной стороны, они, наверное, рассматривают раздачу паспортов как гарантию того, что противоборча страна туда не полезет, потому что это будут уже российские граждане, которых, как бы они имеют, они считают право защищать, с одной стороны. А с другой стороны, они решают социально-экономические проблемы населения, имеющие российское гражданство, доступ к каким-то социальным выплатам при велосипеде. Ну что, тоже будем наблюдать. И давай, наверное, перейдем к нашей последней сегодняшней теме, которую для себя я обозначила, как почему в борьбе бизнесменов и националистов всегда побеждают националисты. Ну, может, не всегда, но, по крайней мере, почему-то в Латвии есть такая традиция, что какие бы ни были нужды у латвийской экономики, правительство, ну, или вот правящая коалиция, находящаяся в парламенте в том числе, обычно поддерживает невыгодные для бизнеса решения. Вот буквально прошлой неделе нас еще раз дважды убедила в этом. В первых, сначала один из депутатов объединения, Янис Ессалник, сообщил через соцсети всему миру, что благодаря ему в новой редакции закона о найме иностранных работников не будет существенных поправок об упрощении ввоза малоквалифицированных гастарбайтеров. И примерно в то же время при этом Латвийская торгово-промышленная палата распространила заявление, что латвийский бизнес остро нуждается в притоке работников и согласно опросу организации 63% предпринимателей уже сталкивались с нехваткой именно низкого квалифицированной рабочей силы, 74% испытывали проблемы в поиске высококвалифицированных профессионалов. И более того, многие даже уже многие латвийские предприниматели так или иначе пытаются привлекать к себе иностранных работников, но все это дорого и сложно. И также были сравнительные анализы, что, например, пригласить в Латвию наемного работника намного сложнее, проблематичнее, дороже, чем в Литве или Эстонии, что, опять же, понижает конкурентоспособность латвийского бизнеса. Ну и в первую очередь все упирается в зарплату, потому что нужно платить зарплату не меньше 1000 евро и неважно, кого ты приглашаешь, дипломированного инженера или это моющий кокон, вот так. Система так работает. И, безусловно, вроде как был диалог между бизнесменами и политиками, что нужно как-то ситуацию поменять, но, видимо, стараниями национального объединения, если и будут изменения, то они будут скорее декоративные. И тут же еще одну мысль вброшу, чтобы нам уже обсуждалось хорошо. Буквально вчера премьер-министр Крышни Скалиндж тоже после заседания правящей коалиции заявил, что правительство коалиции на полном серьезе обдумывает, чтобы целиком закрыть программу выдачи видов на жительство в обмен на инвестиции, ну, поскольку по неофициальной информации тут уже идет речь, пришла указуха из Брюсселя, что лавочку это надо закрывать. Ну, то есть, переводя на простой язык, вот эти вот российские инвесторы, не знаю, белорусские, украинские, казахские, которые здесь накупили квартиры, многие даже работают и детей привезли, привезли и семьи, они нам больше не нужны. Давай поговорим об этом. Почему так? Давай поговорим с конца. Это вообще очень интересно. Националисты, националисты, кстати, розы. Потому что в Эстонии тоже были, была такая лавочка, когда виды на жительство для предпринимательства выдавались достаточно легко. И когда разразился скандал по этому поводу, совершенно неожиданно, уже несколько лет назад это было, то выяснилось, что крышевали, ну, в кавычках, естественно, этот бизнес как раз в наши умеренные националисты, которые тогда, которые были тогда представлены в парламенте. А сейчас у нас неумеренные националисты есть в правительстве, и вот они очень возмущаются по поводу приезда, допустим, украинских эстарбайтеров и вообще. И здесь, мне кажется, такая разница подходов. То есть, что мы глобально, какие у нас глобальные видения будущего страны. Мне очень нравится выражение из книги «Приключения права солдата Швейка», «Похождение права солдат Швейка», там был такой герой поручик Лукаш. Он был чех по национальности, и автор про него говорит, что Лукаш считал чешский народ секретной организацией, тайной организацией. Если вы действительно рассматриваете нацию как секретную организацию, как некую масонскую лужу, то, естественно, вы очень напряженно относитесь к тому, что какие-то чужаки пытаются туда проникнуть. И такое романтическое рево вокруг нации так раз характерно для таких радикальных националистов. А вид на жительство на самом деле в современных реалиях, где вид на жительство, там уже и гражданство. Потому что вид на жительство дает возможность задержаться в стране, а потом уже после этого человек начинает претендовать на гражданство. Поэтому националисты, вот такие ваши романтические националисты, которые мозгами еще живут в националике, они не хотят создавать возможности для того, чтобы вот в эту вашу тайную организацию даже если это вредит экономике. С одной стороны, с другой стороны, конечно, Восточная Европа очень плохо смотрит на пароль иммиграции, но с одной стороны, с другой стороны, она так же, как и Западная, страдает от нехватки рабочей силы, особенно в некоторых трассах. В том числе и потому, что сама является донором рабочей силы, люди уезжают на Запад работать. И тогда, значит, как бы по сути есть два пути, то есть либо переходить на западные подходы, а западный подход предполагает иммиграцию. В принципе, у нас нет западноевропейских стран, крупных, по крайней мере, которые бы жали бы это. Либо мы начинаем изыскивать внутренние резервы, то есть мы пытаемся повернуть на работу людей с недостатками по старому инвалидов, мы пытаемся, не знаю, женщин с маленькими детьми вернуть на рынок труда, мы пытаемся каким-то образом к произведению за труда улучшить и всё. Но это, на самом деле, мы пытаемся повысить рождаемость, но это меры, как ты понимаешь, очень дорогие. И для небогатых стран, на самом деле, это очень затруднение решить проблемы нехватки рабочих сил. Ну, на самом деле, если нет дорогие меры, достаточно упростить. Алло, алло, слышишь меня? Алло, слышишь? Ты слышишь политическое самоубийство? Да, я вот тебя слышу. Вот, извините, немножко запасывать сигнал. Нет, ну, если на самом деле я хотела просто тебе возразить и недорогие меры, как привлечь людей на рынок труда, например, просто упростить языковые требования для начала, да, то есть чтобы, по крайней мере, мне кажется, тогда с малоквалифицированным персоналом... Ну, да, я согласен. Ну, и опять же, к вопросу о деньгах. Вот я смотрю на цифры и думаю, что же им не нравилось-то? Вот у нас же один раз уже эту программу с ВНЖ урезали в 2014 году, когда, в принципе, сильно ужесточили процесс и порядок, и выдача этого ВНЖ, и его продление. И вот если еще до 2014 года каждый год объем инвестиций в экономику благодаря программе был там 450 миллионов евро, то потом уже в 2015, он резко сократился до 90 миллионов, потом уже 38 и так далее. То есть государство могло просто зарабатывать полмиллиарда каждый год, ничего для этого не делая, да. То есть там, пусть у нас там транзит падает, пусть торговые войны между Европой и США, пусть какие-то, не знаю, демографические кризисы, которые мы действительно не можем решить в один день, но полмиллиарда евро каждый год просто капали на счет. Вот тут тебе все, и зарплаты врачам, и медикам, и детские сады новые. Нет, не нужно, убираем. Вот, при этом другие страны Европы, и не только мира, но Европу, я читаю, да, они не пресгуют этим способом зарабатывать, да. То есть, например, у европейских СМИ я прочитала, что, вот помимо того, что уже там на Кипре, на Мальте, очень активно действует программа выдачи так называемых золотые визы, да, вид на жительство, или в некоторых случаях даже гражданство в обмен на крупные инвестиции. Сейчас уже Греция об этом подумывает, что почему бы нет. То есть, вопрос условий, например, да, когда ты читаешь, ты видишь, что там и Кипр, и Греция тоже, думают, там действительно будут нужны большие инвестиции. В Латвии чем было, почему привлекатель, может быть, там для россиян и выходцев из бывших стран СССР, что у нас изначально были очень низкие цены, ну, то есть, можно было сделать небольшие инвестиции, уже получить какое-то право жить в Латвии, там путешествовать по Европе. Греция, Мальта, Кипр, они сразу не размениваются. Но с другой стороны, им и предложить есть, что это действительно крупные страны, известные курорты, там, если уж есть деньги, так, наверное, вкладывают только туда. Но, тем не менее, говорю, их эти богатые иностранцы не смущают, а нас они почему-то пугают. И то же самое, наверное, и с притоком рабочей силы, да, то есть, появление этих иностранных мигрантов, оно просто оживит экономику. И, конечно, ну, я предполагаю, что латвийских националистов больше всего пугают, что это будут выходцы из стран бывшего СССР с русским языком общения как родным, что только усилит русскоязычную общину в Латвии, потому что наверняка там пойдут и браки какие-нибудь смешанные, и будет запрос на образование, соответственно, не все будут готовы сразу на латышском языке учиться. Латышки охотно запрещают браки. В том числе. Поэтому, то есть, я думаю, что, ну, безусловно, да, вот, наверное, может быть, там и индийские студенты пугают, но все-таки, кажется, в первую очередь не хотят усиления русскоязычной общины, хотя, вот тут же снова хочется обратиться к эстонскому опыту, насколько я понимаю, у вас сейчас очень стремительный приток гастарбайтеров из Украины. Что-то изменилось на практике? Ну, да, у нас он есть, но на самом деле, кстати, если сравнивать в абсолютных цифрах, то у вас больше. Вы про это просто меньше говорите. Это лишь про официальные цифры. Я понимаю, что у вас есть и... Да, про официальные цифры говорю. Вот. Но у нас, просто очень маленькая страна, намного меньше все-таки, чем Латвия. Видимо, это чувствуется. То есть, допустим, когда у нас там на пару тысяч, даже больше в год растет население только одного крупного столичного района, то старейшина уже выходит с алармистскими инициативами сонские СМИ. То есть, не будем забывать, что у вас зарплаты выше. И опять же, я понимаю, что хотя у вас в Эстонии есть так называемые квоты на гастарбайтеров, в принципе, есть схема, как ее можно обойти. Это когда украинские работники заключают договор с польской фирмой и прибывают в Эстонию уже как командировочные. Да, потому что, на самом деле, ведь те же требования европейского законодательства, я думаю, что и в Латвии эти схемы используются, просто про них много не говорят. То есть, вы не можете от командированного работника в первое время, пока я имею в виду, требовать, чтобы мы платили больше, в обязательном порядке, чем минимальную заработную плату в Латвии, в Эстонии. Есть еще и тоже такие же требования для несезонных работников. И понятно, что для украинцев это все очень привлекательно. Но если в Эстонии, понимаешь, минимальная заработная плата выше где-то на 140 евро, чем их средняя. Конечно, для них Эстония является крайне привлекательной страной. В ней, в ней все-таки, тоже к вам едут тысячи. И они также не имеют серьезных проблем с языковым барьером. Хотя, конечно, если все-таки смотреть с изотоптичьего полета, то больше всего украинские рабочие едут в Польшу, в Россию. Если говорить, скажем так, о второй стороне вопроса, я понимаю, что те проблемы, с чем столкнулся даже Таллинн, это видно из СМИ, это нехватка инфраструктуры, где-то там дефицит мест в школах, при том, более того, не все дети украинских рабочих, которые приезжают в Эстонию, имеют сразу официальный статус, то есть их не всех просто можно взять. Опять же, видела призыв эстонских врачей, который был направлен именно на украинских гастарбайтеров, что нужно сделать прививки от кори. То есть я понимаю, как появились какие-то специфические проблемы, которые действительно касаются того, когда общество и без того очень разношерстное, как минимум двух общин, а это, наверное, и больше этих разных групп, нужно влить, интегрировать какую-то вот группу работников, которые, может быть, даже на каком-то языке, понятно, многим говорят, но тем не менее они другие, да, и то есть неизбежно проблемы будут, наверное, если и в Латвии все-таки бизнесмены смогут преодолеть эти барьеры, которые сейчас есть в лице националистических партий, бюрократии, высоких налогов и начнут более активно завозить иностранных работников, мы тоже столкнемся с тем, что будут местные, неместные и совсем новые неместные, да, но для экономики это, наверное, единственный шанс. Ну, с одной стороны, да, хотя, конечно, наш националистический, очень националистический местный дел считает, что нам эти люди не нужны, они только отнимают рабочие места у бедных, несчастных эстоноземельцев. Думаю, не совсем так, потому что, конечно, есть сектора экономики, где у нас жуткая нехватка рабочей силы, и никто там не будет нанимать работников за среднюю поэстонию заработную плату, это, конечно, сельское хозяйство и строительство, имеется в виду черно-рабочие. С одной стороны, с другой стороны, на самом деле, в Эстонии, так же, как и в Латвии, ты уже упомянула, тот же самый министр Хельми больше волнует, он, в принципе, открыто это говорит, о том, что приезжают русскоязычные люди, которые скорее даже русские по ментальности, чем украинцы, и он их обозвал даже хомо-советикусами, дескать, они укрепляют русскую общину, и это все очень плохо. Но, с другой стороны, что ты можешь сделать? Есть определенные нормы, правила Европейского Союза, я не верю, что они радикально измениться в большейшей времени, даже если поставить перед собой эту задачу, на это будут годы, мы знаем, как законодательство европейское принимается. Поэтому тут вопрос идет о том, что надо каким-то образом реагировать. То есть, проблема, которая в Эстонии во многом вводит в ступор чиновника, связана с тем, что после довольно длительного ситуации определенного демографического равновесия, которого общество достигло у нас, все было довольно спокойно, вдруг резко меняется ситуация, а информация запасна. Не всегда легко планировать. Вот, допустим, у нас те же самые десятки тысяч людей регистрируются как временные работники. То есть, получается, они как бы работают, например, в год. Но тем не менее, все равно, если они пользуются инфраструктурой, информация о том, или даже предугадать, что они будут, не всегда можно, и это, конечно, создает определенное давление на инфраструктуру городскую. Ну, то есть, мы, 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 абсолютно недопустимое, так как у наша муниципальная полиция города Тарина стала считать, сколько там украинских граждан среди безбилетников. И Горлия радостно сообщала о том, что это политик, но. Ну, то есть, в принципе, урок от эстоний, который могли бы сейчас вынести латвийские политики, это не плясать под дудку какого-то националиста ЕС Алнекса, а, первое, упрощать порядок въезда и приема иностранных работников, и второе, самое главное, нужно начинать сейчас думать о том, как этих людей интегрировать, как их обеспечить, не знаю, медицинской помощью, образованием, может быть, где-то помочь жильем, то есть, чтобы, когда эти люди появятся в нашей стране, чтобы это не стало там стрессом, шоком и не вызывало уж тем более какие-то этнические конфликты, которые, мне кажется, Латвию и так достаточно, нам совершенно новые не нужны. Ну, и закончу просто вот цифрами, тоже нашла, что если в 2018 году за весь год было оформлено 11,5 тысяч разрешений для иностранцев на работу в Латвии, то только с января за август этого года уже таких разрешений выдано 10 тысяч, ну и понятно, то есть, что фактически, наверное, к концу года мы придем с достаточно высокими показателями, и это еще раз подтверждает, что Латвия испытывает дефицит рабочей силы, и политикам, избранным народам не стоит на это закрывать глаза. Ну что ж, мы, наверное, на этой теме сейчас и прощаемся. Спасибо, что были с нами. Напомню, что в эфире была программа «Есть тема», ввели ее Александр Полищук, Вадим Полищук. Сегодня у нас были непростые технические условия, но спасибо. Надеюсь, они не очень помешали вам слушать нашу программу. Спасибо. До свидания. Спасибо.